Слушайте, вы сейчас русскую музыку? Конечно, я из Харькова. Я из Мариуполя. Мне без разницы, украинская или русская музыка, или английская, или немецкая. А тот факт, что они на этом зарабатывают? Я не знаю, я не покупаю у них ничего, я в Ютубе бесплатно слушаю. Ну, это не бесплатно, они на этом зарабатывают, потому что это стриминговый сервис. Вы задаете вопрос, но я вам говорю напрямую, как есть. Вы из Харькова и слушаете русскую музыку, знаю, что они зарабатывают, и вам нормально. Слушайте, вы сейчас искажаете информацию. Нет, я просто запитую. Где они зарабатывают? На стриминговых сервисах. Да? Так, я живу за рахунок того, что я зарабатываю на стриминговых сервисах, поэтому я знаю. Ну, вот видите, давайте зайдем посмотрим. Вот, представим себе. Ну, вот реклама, это значит, что они с этой рекламы зарабатывают. Так это на украинской умове реклама, вы что не слышите? Что вы несете? Добрый день, друзья. Недобрый день во мне, други. По какой-то сложной ассоциации, прослушив этот диалог, я вспомнил Эдуарда Лимона. Ну, потому что здесь харьковчанин в диалоге, а известно, что Эдуард жил, работал в этом городе, хорошо знал менталитет харьковчан, писал о Восточной Украине. И Лимонов был одним из тех, кто бил в набат в конце 91-го года, в начале 92-го, после распада СССР, говоря, что неизбежна совершенно война между Россией и Украиной. Что начнутся вот эти подвижки, начнется наступление на русский язык и закончится оно, увы, кровью. И он оказался прав, к сожалению. Кровь уже есть. Вы задумались над тем, что уже погибло людей во всех, в общем, суммах, куда больше, чем во время Афганской войны, за время перестройки. Десятки тысяч людей погибли. Если говорить, то в ряду преступлений после сталинизма, если считать его преступлением, если считать застой преступлением, то перестройка тоже преступление. И какое? И какое преступление? Вы отдаете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии. Был в Кроатии. В этой самой области Словении, которая защищает сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо. И ходили приличные нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов. Там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине. Оговорить их права. По какому, мать-перемать, праву они заявляют свое. Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Украину вы считаете своей родиной? Я считаю, как ни странно. Вот да. Вот да. И плюс я очень... Я мог бы писать запросто по-украински. Я ведь очень хорошо знаю украинский язык. У меня в практике нет разговора. Но я, например, когда я беру книгу, мне не надо ни одного слова заглядывать в это. Я могу научиться, я думаю, в течение двух недель говорить преспокойно по-украински. Иногда мне этого вот такого мелодичного и очень романтического языка не хватает. Вы интересуетесь украинской жизнью? Вам интересно, что происходит в стране? Не очень много. Вот, кстати, когда была эта оранжевая революция, я интересовался, как все, с большим интересом. Когда я увидел, что, в общем... Чем она закончилась? Ничего путного как бы не произошло. Из меня никакой оранжист. Я абсолютный социалист, не либерал. Но мне было интересно, как массы смогут повлиять на то, что происходит. Я наблюдал с огромным интересом. А сейчас у меня интерес ослабел. И, собственно, Янукович меня меньше интересует, как персонаж. Да уже и Ющенко не интересует. Я уже как-то больше... Да вообще уже неким интересоваться. Возможно. Нет, ну я не буду так прямо на отмашь. Тем более, что я плохо знаю. Если бы я знал всю украинскую политику от и до, я бы вам сказал свое мнение. А так я... Просто у меня интереса меньше к этому. ...выправить, когда у Трампа появится своя политика. Вот, господин Никонов прекрасный. Единственное, что он не сказал, это что нам делать. А нам надо делать следующее. Надо забить на Минские соглашения, собрать союз тех государств, у которых есть территориальные претензии к Украине. То есть это Польша, Россия, Венгрия, Румыния. Какие-то у нас территориальные претензии к Украине есть. С каких пор? Да, огромные территориальные. Восемь областей русскоязычных, да? Начиная с Донецкой области, 94% русскоязычной. И так далее, и Харьковской, и Одесской, и прочее. Собрать их вместе... Стойте, дайте мне сказать. Собрать их вместе и предъявить Украине и ультиматум. Либо вы отдаете свои колонии, фактически это колонии Украины, и остаетесь со своими 20 миллионами населения, живите, будьте счастливы и молоды. Филимонова заберем? Либо... Можно у них самих спросить, может быть? Не надо у кого спросить. У этих областей. Я не знаю об области, я спрашивал уже, да? Области... Это наши области, две из них воюют. Третье, вы знаете в Одессе, что произошло. Но вы знаете, что в Харькове вспыхнуло первое восстание, куда немедленно в апреле 2014 года явились карательные батальоны с запада Украины. Поэтому спрашивать мы не будем. А вы сидите в своей Великобритании и молчите. Это наши люди. Откуда вы знаете, что они ваши, если вы не собираетесь им дать слово? Потому что они говорят не на вашем английском языке, а на нашем русском. Он, мэтист, для участия в нашей программе специально выучил русский язык. Брайтон-Бич это тоже на русском. Это мой идеологический враг. У него своя история, а у нас своя. Но Брайтон-Бич тоже говорит на русском. Надо предъявить ультиматум и сказать, если вы не согласны, мы проведем референдумы на всех этих территориях и займем их легально. Все. Напугали, напугали. С поддержкой этих государств это будет неотразимо. Четыре польских области принадлежат, дайте закончить. Четыре польских области сворованы Украиной. С Советским Союзом. С Советским Союзом, правильно. Но присвоены Украиной, правильно. С Советским Союзом. Леонид Иванович, а если нам попытаться рассуждать все-таки в рамках международного права? Мы понимаем, что это достаточно фантазийный сценарий. Я вас уверяю, что это будет следующее. Вы вас смущает, что это говорю я, да? Нет, от нас не смущает. Нет, когда это говорите вы, нас как раз не смущает. Наверняка Леонид Иванович. Смотрите, давайте по бойкоту. Правильно, пускай бойкотируют, пускай сдохнут там в Украине без угля. Пускай, что называется, околеют. А чего мы возражаем? Украинцы убивают наших. Чего мы возражаем? Пускай делают бойкот. Не давать им ни газа, ни нефти, ни электричества, ничего. Пускай околеют. И не надо приглашать гостей из Украины. Постоянно у нас гости из Украины. Наши люди выступают на телевидении на Украине? Нет. Так какого черта мы постоянно имеете... Потому что мы не Украина, Игорь Анатольевич. Не надо нам украинцев. По меньшим меньшим. Мы хотим понимать официальную точку зрения Украины. Я жил до 23 лет в Харькове. Я, что называется, украинец тоже. Никакой Украиной вообще не пахло нигде. Не было. Времена меняются. Не надо. Времена меняются. Мне что... Ну, смотрите, для того, чтобы... Не надо ничего не менять. Такое чувство, что меняются они в большую сторону. Те, кто у нас... Те, кто у нас... Те, кто у нас... Родился в пределах Садового кольца, они говорят, зачем заниматься этим? Зачем Жириновский говорит что-то? Зачем Лимонов говорит что-то? А надо говорить. Надо преследовать свои национальные интересы, а не заботиться о том, чтобы этим людям поставляли антрацит из ДНР. Не надо. Не нужен им антрацит. Пускай околевают, я говорю. А каким этим? Вот этим? Слушайте. Эдуард Водовинович. Это вообще бандюки. Хорошо. Проблема. Там надо поставить перелет, а не разговаривать. Я был на родине подростка Савенко более... Не надо мне начинать это. Секунду, секунду. Эдуард Водовинович, вы выслушайте, пожалуйста. Более недавно, чем вы. Вы слушаете. Не надо. Я просто вас цитирую с уважением вашей книги. Минут. Пусть рекламируйте. Смотрите. Не надо. Мне не нужна реклама. Секунду. То, что они скажут, украинцы ли они, или русские. На самом деле, здесь надо их спросить и подчислять. Я даже не дочь получаю с родины подростка Савенко. Я понимаю. Но это мяшество есть. Призывы СОС, что город оккупировал. Есть те, которые так думают. Это миллионный российский город оккупирован несколькими сотнями подонков. Есть многие, которые... Вам это не понять. А мне это понять. Он сюда там жил. Я охотно согласен. Эдуард Вениаминович, пожалуйста, послушайте нашего эксперта. Секунду. У вас есть возможность высказаться. Дайте высказаться кому-то еще. Это вы говорите. Это не я говорю. Они живут за счет... Мы должны либо вам верить. Смотрите, Украина единая. Сейчас в ДНР, у нас живут за русские деньги, а там живут за западные кредиты. Вот и все. Никто ничего не зарабатывает. Все осваивают. Только то, что... Ну так кто виноват? Это вы туда вторглись. Они приехали. Зачем вы сразу кто виноват? Я о другом говорю. Это вы приехали в Восточную... Куда приехали? Вот почему вы мне говорите? ДНР и ВЛНР. Я приехал. Ну не вы... Я приехал посмотреть. Вот интересный чай, Эдуард Ильич. Вы обеспечиваете сейчас перед нами Украину. На вас желто-блокитное это написано. А, это я представляю Украину. И ничего. И ничего. Другого нет, значит, будет. Это разрешено в России. Ничего. Я хочу что сказать. Что все правильно здесь сказано. Это, конечно, возможно... Лимонов написал. ...какая-то анонимка или что. Не важно. Но сказано правильно. По сути. Регионы. По сути регионы могут. Регионы стремятся уйти из вашей Украины. И Орбан, глава Венгрии, приезжает постоянно... 200 тысяч паспортов. Да, 200 тысяч венгерских паспортов раздал. Миллион сбежали в Польше. Вы колонизировали огромные территории. Поляки спят и видят вернуть свой Львов. Правда, уже без поляков. Но вы его захватили в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Вы же ненавидите пакт Молотова-Риббентропа. Так. Вы не советский... Господа. А вы это зарубежье в большом полосатом костюме. Эдуард Вениаминович, Оуэн. Оуэн, маленькое только замечание, да? Вы так эмоционально... Оуэн, вы так эмоционально отреагировали на эту статью в Глобу-Ресерже, да? Мы сказали, что это менее авторитетное. Стойте, Эдуард Вениаминович, дайте сказать хотя бы ведущему. Секунду. Не пора ли сменить обонкротившиеся Минские соглашения на, например, союз государств, у которых есть территориальные претензии к Украине? Ох, Эдуард Вениаминович, если бы вы не были великим писателем... Лимонов последовательный в этом смысле. Скажите, вы за или как вы против? Да или нет? Скажите, да или нет. Михаил Вениаминович, нам надо идти на рекламу. Спокойте. Я приверженец политического реализма. Понятно. Спасибо. Спасибо. Я тоже. Михаил Погривинский из Кима. Политический реализм.